Когда на счетах за отопление можно разориться, жители дома номер 18 дробь 3 по улице Транспортной уже почти месяц разбираются в своих квитанциях. В счетах за январь есть строка перерасчет за потребленное в 2016 тепло. Так вот, суммы там составили по несколько тысяч рублей на квартиру. Получается, что по сути за тепло люди недоплачивали. Они удивляются, как смогли столько потратить. Тем более в доме своя котельная, на крыше. И люди были уверены, она помогает экономить. В проблеме разбиралась Ольга Патрушева. О том, что она должна тепловикам солидную сумму, Римма узнала в начале февраля. На своем сайте система город выложила электронную квитанцию. Женщина подумала, это ошибка и решила дождаться бумажной версии. Но цифры на бумаге оказались такими же. Перерасчет. 5,168,40. В многозетной семье Хакимовых немаленькая и квартира 90 квадратных метров. За отопление каждый месяц приходил счет порядка двух тысяч рублей. С учетом перерасчета эта цифра выросла. И причем значительно. Непонятные платежки получил весь дом. У меня двухкомнатная квартира, 55 квадратов. Перешел перерасчет 370 плюсом. Пришли в компанию ТГК, на что нам там ответили, что скорее всего это ошибка управляющей компании. Посмотрите, как делаются, снимаются счетчики. То есть нам показали на примере января. Когда мы попросили за год сделать перерасчет и нам его предоставить, компания сказала, что только в письменном заявлении. Пошли мы в управляющую компанию, управляющая компания сказала, хотели перерасчет, вот получайте. Объяснение от тепловиков жильцы до сих пор не получили. Но всю эту ситуацию со счетами связывают с судебным процессом. Люди борются за котельную на крыше. Прокуратура провела проверку и выяснила, она жильцам дома почему-то не принадлежит. Компания УПСК в момент передачи дома, они котельную нам в собственность не передали. Сказали, что на деньги дольщиков помещение под котельную не строилось. Несколько лет назад, как выяснилось, застройщик продал это помещение ТГК. И с тех пор, говорят жильцы счета, выставляются как за центральное отопление. Хотя, по сути, у них есть обслуживающая только их автономная котельная. И, наверное, цена тепла должна быть меньше. А потому, пока люди ждут объяснений и не торопятся платить. Ольга Патруша, Дмитрий Примачек. Наше время. И мы связались с представителями управляющей компании, которые обслуживают дом. Так вот, директор УК «Новый город» Владимир Никитин подтвердил, котельная на крыше многоэтажки действительно принадлежит не жильцам, а Т+. Ну, а потому счета владельцам квартир тепловики выставляют по тарифу. Задача коммунальщиков в этой цепочке лишь снять и передать показания. И, как заявил руководитель нового города, отныне это будет происходить при личном присутствии жильцов. На данный момент стоимость 1141-1082 копейки за гикокалорию, там идет начисление. Были даны в письменном виде разъяснения жильцам, цифрами было разъяснено, что, что и за что они платят. Все цифры до копейки сошлись. То есть никаких там с нашей стороны нарушений нет. И если ваша проблема до сих пор не разрешается, вызывайте наших. Телефон редакции 37 00 83. Мы выслушаем и поможем.